Алексей Ильич, почему на святки и на пасхальной неделе не постятся перед причастием? Мы, наверное, забыли о сути поста. Пост – это воздержание. А мы сказали, пост – это значит, что не есть мясо, но на мясо картошки, так, чтобы потом продохнуть не могу. И это называется пост. Пост – верно, на святках и на пасхальной, верно, можно есть, и всё, разрешаются, так? Но как есть? Если мы хотим причаститься, то, пожалуйста, поменьше надо съесть. Надо съесть так, чтобы ещё, выйдя из-за стола, ещё хотелось есть. Вот. Поэтому пост в этом смысле, пост в этом воздержании, как воздержание, совсем не отменяется. И кто это придумал? Я ещё только о характере пищи, может быть, но пост не отменяется. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Неужели мы достигли такого высокого уровня духовной жизни, что уже не можем потерпеть святок, чтобы здесь не причащаться? Обязательно надо на святках. Целый рождественский пост. Нет, давайте нам ещё святки. Ой-ёй-ёй. Вот я только что приводил сейчас вам Зосима Верховский. Это святой, преподобный. Вы знаете, сколько раз они причащались? Один раз в год к ним приезжал священник, к нему, к Зосиме, и к старцу Василиску. Так? Один раз. Так? И три раза к ним приезжал священник в году, а один раз в год они выезжали, приходили в храм. Четыре раза в году причащались. Я вам скажу, что дело-то не в количестве раз, а в подготовленности к причастию. Поэтому вот особенно сейчас это всё шире и шире входит в практику причащения на Пасху и на Рождество. Вы знаете, я каждый год причащаюсь на Пасху. Я шучу. Я шучу. Какая тут исповедь? Говорят, можно без исповеди. Какая подготовка? Скажите, назови, покажите мне человека, который молится на Пасху. Ой, я бы им прям туфлю поцеловал бы. Никто не молится. Только есть Христос в воскресе, только хождение, хождение и так далее. Суета, хождение, крики – никто не молится. Неужели такой день надо выбрать для причастия? Причастие требует, вы знаете, какой внимательности, подготовки, молитвы. А здесь что такое? И вот это всё идём мы по западному образцу. Там уже давно перестали исповедоваться. Причаются так себе запросто. Сидят на месте, колено на колено. Я вот, я присутствовал уже, я же видел. И мы скоро уже так, как здорово! Давайте причащаться! И всё это под флагом того, как же все должны, извините, причастие – это сильное лекарство, о котором апостол Павел пишет. Кто ест, то есть вкушает или пьёт недостойно, суд себе ест и пьёт. Оттого многие из вас болеют и умирают. Почему-то об этом нас не предупреждают, интересно. Иоанн Затауст описывает Тайную Вечерю и, говоря о том, что, как Христос подал кусок Иуде Искариотскому, говорит, это был не просто кусок, это было причастие, с которым в Иуду вошёл сатана. Не хотим ли мы и так причаститься? Во что мы превращаем? В какой-то, знаете, подошёл, раз, причастился. С каким благоговением, с какой подготовленностью, с сосредоточенностью надо подходить? А тут на Пасху крик, шум, гам, Боже мой, что творится! Ходит, толкается, Христос воскресе! Воистину воскресе! И идёт, как хорошо, подошли. А что из этого будет? Для этого есть Великий Пост. Кто мешает причаститься? И сколько раз? Для этого есть Страстная неделя, есть Великий Четвер. Так же и Рождество. Смотрите, сколько специальное время, время поста. Нет! Нас именно прямо как толкают, как искушение какое-то. Вот. Обязательно это ещё на святках обязательно надо поговорить. Когда можно не поститься. Понимаете, красота-то какая! Вы чувствуете? Нет-нет, я никогда не сознаюсь, что я поэтому причащаюсь. Никогда не сознаюсь, что нет поста. На самом деле, тут можно не попаститься. И причаститься. А результат какой? Оттого многие из вас болеют и умирают. Надо это помнить слова апостола.